Первые итоги государственного визита Владимира Путина в Казахстан. Широкий круг тем и двустороннее сотрудничество и обсуждение острых мировых проблем. Уже подписаны важные документы, в том числе и в сфере нефтедобычи и космической отрасли. Из Астаны репортаж Александр Черепниной. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев в этом году виделись не раз. Регулярно встречались на полях различных форумов и саммитов. На одном из них в Сочи в сентябре казахстанский лидер и пригласил своего российского коллегу в Астану с государственным визитом. На дипломатическом языке это значит, между странами особый уровень отношений. Официальная церемония встречи началась в холле президентской резиденции. Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев по очереди представили друг другу членов своих делегаций. После военный оркестр исполнил гимны, сначала российский, затем казахстанский. Пройдя по красной ковровой дорожке, лидеры удалились для беседы с глазу на глаз. И на ней, и в ходе переговоров в расширенном формате, стороны подробно обсуждали торгово-экономическое сотрудничество, которое развивается, несмотря на то, что на экономике обеих стран сейчас оказывает влияние колебания курсов национальных валют и падение цен на нефть. Казахстан среди стран СНГ один из главных торговых партнеров России. Российский бизнес представлен во многих отраслях, от сельского хозяйства до энергетики. Совместных предприятий около 6 тысяч. Крупнейшим из них станет завод «АвтоВАЗ» в Усть-Каменогорске, мощностью 120 тысяч автомобилей в год. «Трансмашхолдинг» совместно с казахстанскими железными дорогами и французской компанией «Альстом» построил в Астане электровозостроительный завод 100 грозовых магистральных локомотивов в год. Ведется работа по организации СП по сборке многоцелевых вертолетов К-226Т. В ходе визита были подписаны несколько документов. Среди них соглашение по разграничению дна северной части Каспийского моря. Оно позволит продолжить совместные разработки нефтегазовых месторождений. Раньше, из-за некоторых юридических несостыковок, проект тормозился. Речь идет о нефтяносной структуре «Центральная». Только нефтяные запасы этого месторождения оцениваются примерно в 100 миллионов тонн. Сотрудничают страны и в Космической области. Сегодня было продлено соглашение об аренде земельного участка в Казахстане, которое используется для падения отработанных частей ракет при пусках из позиционного района Домбаровский. Обсудили лидеры сегодня и актуальные вопросы международной повестки, в том числе сирийский кризис. То, что делается в Сирии, это общая угроза для нас, для всех. Особенно для Центрально-Азиатского региона. Мы уже знаем о инцидентах, которые произошли на границе с Туркменистаном. И сильно переживает и Таджикистан. В связи с этим мы говорили о том, чтобы мы выступаем с идеей создания форума «Ислам против терроризма». Мы проинформировали Нусан Абишича Назарбаева об основных итогах встречи Нормандской четвёрки в Париже, а также о развитии ситуации в Сирии и наших действиях по подавлению террористической активности в этой стране. И, конечно, мы поддерживаем предложение президента Казахстана по поводу объединения усилий всех стран, прежде всего тех стран, где население исповедует ислам, объединения усилий в борьбе с терроризмом. Формат заявлений для прессы не предусматривал вопросов от журналистов, но один всё-таки прозвучал. Он был адресован Владимиру Путину. Российского президента попросили прокомментировать отказ США от переговоров с российской стороной по ситуации в Сирии на высшем уровне. Москва предлагала Вашингтону отправить в Америку делегацию во главе с председателем правительства, в которую вошли бы военные эксперты. Но Вашингтон ответил, что он не может не принять российскую делегацию себя, не отправить свою в Москву. Я не очень понимаю, как наши американские партнёры могут критиковать действия России в Сирии по борьбе с международным терроризмом, если отказываются от прямого диалога и по важнейшему направлению, такому, как политическое урегулирование. Считаю, что эта позиция является неконструктивной и в основе слабости американской позиции в данном случае. Видимо, лежит отсутствие какой-либо повестки дня по этим вопросам. Видимо, просто не о чём говорит. Но мы, тем не менее, оставляем двери открытыми и очень надеемся на конструктивный диалог со всеми участниками этого сложного процесса, в том числе и с американскими нашими партнерами. После российский лидер отправился в Свято-Успенский кафедральный собор, самый большой православный храм во всей Центральной Азии. Его открыли недавно. Владимир Путин приехал с подарком, с иконой Покрова Пресвятой Богородицы. В ответ настоятели вручили президенту Фёдоровскую икону Божьей Матери. Александра Черепнина, Дмитрий Попков, Николай Волков, Кирилл Зотов, Первый канал, Казахстан.